У меня в комментариях к последнему моему видео спросили, Игорь, а что лучше, Яндекс.Зен или Пульс? На самом деле лучше там, где ты больше зарабатываешь. Но даже если мы сейчас абстрагируемся от того вопроса, что на Пульс просто так без инвайта не попасть, а на Яндекс.Зен, чтобы начать зарабатывать, надо писать и писать и писать и писать где-то полгода, и только потом можно говорить о каком-то более-менее стабильном доходе. Ну, по крайней мере, они сами так говорили, что нужно где-то полгода, чтобы выйти на нормальный доход. А перед этим еще и пройти кучу проверок, потому что монетизацию просто так вам без проверки не включат. Так вот, если от этих пунктов, конечно, абстрагироваться, то сравнивать можно. Этим мы сегодня и займемся. А с вами Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравиться, и мы начинаем. И все-таки начать сравнивать, не упомянув о всяких подводных камнях, было бы неправильно, потому что человек же спрашивает, где ему лучше начать. Поэтому стоит упомянуть, что если вы начинаете на Пульс, то монетизация там, конечно, если вы пройдете проверку и напишите первые 10 статей, включится сразу. Проверка есть и на Яндекс.Зен, но там она может затянуться и на целых полгода. На Пульс в этом плане большой-большой плюс, и респект им за то, что они пишут, что проверка статей займет 10 дней, и через эти 10 дней они обязательно дадут вам ответ. Проходит ваш канал, не проходит. Если не проходит, то срок могут продлить. Но опять же упомянуть конкретные даты, что вам доступна новая проверка, но там, допустим, через месяц, через два месяца. Но есть конкретика, и это большой плюс, большой плюс Пульсу. На Дзене вы набираете нужное количество минут, для подключения монетизации там нужно набрать 10 000 минут, и ждете. То есть 10 000 минут набрали, и ждете. Можете ждать пару дней, а можете ждать полгода и больше. Никакой конкретики, никакой определенности. В этом большой минус Дзена для новичков. Но чтобы начать писать на Дзене, нужно просто зарегистрироваться, и пишите первые несколько статей. Другое дело, что они не крутятся первое время, и долгое время придется писать просто в никуда. Каналы, которые набирают большое количество дочитываний из первых статей, это скорее исключение Ну то есть, мне кажется, это меньше 1% Стоит исходить из того, что в этот процент вы никогда не попадете И придется писать, то есть здесь нужна кропотливая работа, труд день за днем Ну и чтобы попасть на пульс, тоже нужно получить инвайт Инвайт от автора, который там уже зарегистрирован То есть и там, и здесь есть определенные трудности Но сам пульс не против того, чтобы приглашали новых авторов Одно время он даже дал дополнительные инвайты И за каждого одобренного автора платил пригласившему по 3000 рублей Мне даже начислили за одного человека эти самые 3000 рублей Но в конечном итоге, по нашему пункту, как попасть и где проще попасть Стоит резюмировать, что и там, и здесь есть определенные трудности И как знать, может вам здесь повезет, а может и там вам авинвайт просто раз и дадут Поэтому я советую пробовать сразу и там, и здесь Но давайте посмотрим на это с другой стороны Предположим, вы смогли попасть и туда, и сюда, где лучше и на чем стоит акцентировать внимание И куда стоит приложить больше усилий Давайте для этого посмотрим личные кабинеты и пульса, и дзена Ну давайте начнем с банальной статистики по статьям Сравним статистику в Яндекс.Дзен и сравним статистику в пульсе Что у нас по статьям? Последние статьи мы видим 463 дочитывания При CTR 12.4, ну статья более-менее новая Среднее время дочитывания 3 минуты 48 секунд Выпустил я ее вчера, поэтому, может быть, она еще не успела открутиться Вот эту статью у меня забанили, поэтому у нее так мало дочитываний Тут сразу стоит обратить внимание, что на пульсе у меня не забанено ни одной статьи Мне писали и говорили, что исправьте неточности Писали и говорили, что вот это вот нельзя здесь размещать Я это исправлял, и статья благополучно продолжала крутиться на пульсе На дзене просто банят статью и разбирайся как хочешь Поэтому один первый жирный плюсик мы отправляем в копилку пульса Что дальше? Здесь у нас статья 102 тысячи дочитываний Признаться на пульсе у меня таких результатов никогда не было Ну то есть максимальное число дочитываний измерялось скорее десятками тысяч, но никак не сотнями Здесь и за сотни у меня переваливало Так что в плане охвата дзен все-таки побеждает Плюс у дзена намного больше всяких разных параметров Но я бы не сказал, что это большой плюс, потому что можно запутаться Тут у нас и реакция подписчиков размещена Среднее время есть и на пульсе В принципе остальные параметры тоже там есть Но на дзене есть еще и карма, на пульсе никакой кармы нет Карма якобы помогает отследить и помогает автору как-то развивать свой канал Но на практике она не всегда оказывалась полезной И иногда часто вводила в заблуждение На пульсе со статистикой все довольно просто У нас здесь показы в ленте, CTR, клики в ленте, просмотры, читатели, дочитывания, дочитываемость Нет конечно здесь параметров сколько человек вас лайкнули И нет параметров сколько человек на вас подписались с конкретной статьи Был бы интересно на это посмотреть, но на самом деле не критично Еще в разделе блоги отсутствует возможность сортировки статей По дате публикации То есть по показам в ленте можно отсортировать По CTR, по кликам в ленте, по дочитываемости Вот CTR если самый высокий кстати поставить То он нам его конечно покажет Хотя здесь среднее время дочитываний 33% Тем не менее, ну вот высокое 430 дочитываний, более-менее адекватную можно вывести статистику Но тем не менее статья не крутится То есть независимо от CTR он у нас тут не так сильно влияет оказывается Ну вот статьи с довольно высоким CTR оказывается всего там 312 дочитываний Максимально там 3921 дочитывания Но если отсортировать по дочитываниям То у нас получится, что в приоритете у нас статьи Где CTR вообще 378, 472, 439, 3.4 Это что касается статистики Но давайте лучше посмотрим на вкладку монетизация Как у нас обстоят дела с монетизацией Ну и собственно с графиком по прибыли В Дзене это просто вкладка монетизация Где перечислены вот все доходы У нас здесь вот сегодня мне пришло 809 рублей 14 июля Вчера пришло 802 рубля 13 июля Здесь 596 рублей 12 11 322 Ну и до этого я рассказывал, что доход был не особо высокий То есть 589 рублей Это вот за 2 дня То есть где-то по 300 рублей почти что Здесь приходило 799 рублей за 1 день Здесь 238 уже То есть скачет вот так вот С 6 у нас 238 На следующий день в 2 раза больше Здесь у нас 322 На следующий день в 2 раза больше Ну это конечно связано с тем, что я еще статьи Не каждый день на этот канал публикую Если бы публиковал статьи каждый день То статистика была бы немножко другая Ну давайте отмотаем куда-нибудь в октябре Посмотрим, как у нас здесь приходили деньги То есть вот 19 октября мне пришло 3312 20 октября 2800 Потом 21 октября 2700 Ну вот 22-го 254 пришло 23 октября 1500 24-го 1400 Ну и вот так вот пошло 1000 И потом скатилось вниз Если выше пролистать, то тут уже стало по 800 рублей По 700, даже по 400 приходило То есть стабильности-то особо нет Вот здесь вот даже можно просмотреть, что 390, 365, 175 рублей за день стало приходить Ну то есть у нас доход может скакать от 2600 И даже вот рекорд один мой был 4763 Здесь в один день указано Потому что первый раз я после полуночи вывел А потом деньги начислились И второй раз с утра вывел И получилось, что как бы в один день Но на самом деле это два разных дня Но до этого-то если посмотреть 990 рублей, 409 рублей, 423, 329 То есть стабильно вот такие большие суммы Никогда не приходили Что у нас на пульсе? На пульсе график намного удобнее и интереснее Во-первых, он визуально красивее Мы можем смотреть по конкретной дате Наводить просто вот так вот И он отображает Причем он отображает этот день И такой же день на той же неделе Сравнивает их И показывает причем в процентах Насколько ниже или выше был доход Ну и если посмотреть по стабильности Поставим график 30 дней Вот он показывает, что выручка за месяц 53 тысячи рублей Что довольно неплохо То есть он может посмотреть и выручку за целый месяц На Дзене так сделать нельзя Можно самому только посчитать И вот мы видим, что вот здесь 2, 2, 2, 2 тысячи 1, 900, но в принципе цифры примерно Вот держатся на одном уровне Здесь даже проседание субботы и воскресенья Стабильно держатся вот каждую неделю Субботы и воскресенья И доход на них примерно одинаковый Чуть больше тысячи, полторы И в будние дни там доходят до 2, 293 Там скажем 2, 415 И вот так вот на протяжении каждого месяца Если вот посмотреть сейчас баланс То вывод средств у нас получится примерно стабильный Вот этот я вывел за первый месяц То есть здесь был неполный февраль у нас И за март получилось 80 тысяч Потом на следующий день 87 тысяч Здесь конечно 66 Здесь 72 Ну то есть есть конечно градация Между 6 и 10 питью И где-то вот там 88 тысяч примерно Но она не такая большая И не такая существенная Где-то выстреливают статьи Где-то наоборот плохо крутятся Со стабильностью у пульса Все-таки все получше Ну вот по личным кабинетам Этих площадок что я могу сказать Они своеобразные По-своему удобно и та и эта В Дзене мне не нравится Что куча лишних параметров И непонятно на какой стоит обращать внимание То есть здесь тебе и карма И реакция подписчиков Общая и не общая Плюс они обещали карму Долгое время переделать Может они что-то там и переделали Но я этого не наблюдаю То есть в данном случае Они почему-то верят в принцип Что чем больше тем лучше Но это на самом деле не так Ну даже с тем что они творят На площадке у них это происходит То есть они добавляют Какие-то нарративы Добавляют сториз Добавляют видео Добавляют короткие видео В результате это все Криво косо иногда работает Многие авторы ругаются Но они говорят Да нет, все нормально Дают возможность зарабатывать Автором коротких видео Но не всем автором коротких видео А только тем Которые у них Видители участвуют в тестовой программе А когда все остальные Непонятно Кстати про короткие видео Я уже делал видео Прикреплю его в подсказках Посмотрите На пульс конечно такого нет Хотя по сути Пульс сам работает сейчас В тестовом режиме Многие возможности Тестируются Доделываются А при этом Дзен работает в полноценном режиме То есть это уже Рабочая площадка Что немного странно По стабильности заработка По объему этого самого заработка То есть где можно заработать больше Я отдаю предпочтение пульсу Просто потому что На Дзене я писал Намного больше И намного дольше Но никогда Вот были высокие цифры Признаюсь Там 4 700 Я вам показывал В день приходило Но это было волнообразно То есть где-то зарабатываешь По 800 рублей с канала С одного Приходилось даже вести Три канала Чтобы более-менее нормальный Заработок был Тысяча полторы Ну так вот Приходят тебе С самого популярного канала Рублей 800 Потом резкий всплеск Может произойти Вот как раз 4 700 Но потом опять Все скатывается вниз То есть никакой стабильности Заработка О ней говорить не приходилось Сегодня нормально зарабатываешь Завтра плохо зарабатываешь На пульсе у меня заработок Намного более стабильный И намного более Такой приятный Скажем так Ну то есть Приходят даже с одного канала Где-то 2000 рублей 2500 рублей В лучшие времена 3500 Приходило до заработок С ростом конкуренции Немного упало Но это нормально К этому у меня Никаких претензий нет Здесь у меня бывают всплески Когда за день Там и по 5000 Приходит Но в стабильном Таком состоянии Где-то 2500 Поэтому по уровню заработка И стабильности Этого заработка Мои предпочтения На стороне пульса Что касается Технической поддержки Общения с техническими Специалистами Здесь как бы тоже Нужно рассмотреть Картину в целом Как это на дзен реализовано У вас какой-то вопрос Вы хотите обратиться В техническую поддержку Вам выдают 150 пунктов И вот из них Нужно выбрать Ввести урл канал Ввести там ИД вашего личного профиля Потом задать этот вопрос И часто вам отвечают Какими-то длинными портянками В которых За которыми Не видно просто человека В этом большой минус Больше Не значит лучше Возможно у них там По разным вопросам Разные специалисты Это я не спорю Но система технической поддержки На мой взгляд Выглядит довольно громоздко И при этом Во многих случаях Просто не выполняет Свои функции Ну то есть Вы пишите вопрос Там за что меня ограничили А вам отвечают Мы не можем ответить Так решил алгоритм То есть на очень многие вопросы У них один ответ Так решил алгоритм На пульс В самом начале Если я не ошибаюсь Кто-то там говорил Что у них не будет Таких ситуаций Когда они отвечают Так решил алгоритм То есть они будут говорить За что конкретно И как почему За эту пульсу Большой респект Они большие молодцы В этом плане Общаться с технической поддержкой Пульса Мне на данный момент Намного приятнее Надеюсь Дзен исправится Вот такие вот плюсы И минусы На каждой из площадок Конкретно я Я как бы никого не агитирую Но конкретно я Сейчас больше укладываю сил Как раз на пульс от Mail То есть на пульсе от Mail Я веду два канала На каждый из каналов Я каждый день Публикую по одной статье На Яндекс.Зен На один канал Я публикую где-то Три статьи в неделю На второй канал Пару видосиков Запишу Если не запишу То не запишу То есть практически Забросил второй канал Надзен На первый еще как-то публикую Но это несравнимо Конечно с тем Что я делал раньше Надзене Раньше надзен Я вел три канала И на каждый из них Каждый день Я публиковал По одной статье То есть это 21 статья в неделю чисто на Яндекс.Зен, без видео причем, видео что там пошел, снял, что-то быстренько выложил, довольно просто, ну это конечно если не монтировать, не делать закадровый голос, видео так-то само по себе сложно создавать, которое качественное, которое обычно вот такого формата, как вы сейчас видите. Ну и вот, как я сказал, никого не агитирую переходить на какую-то площадку, но стоит взвесить все плюсы и минусы, понять где вам будет проще писать, понять куда вам будет проще попасть и уже исходя из этого принимать свое решение. А лучше попробовать себя и там и тут и посмотреть где у вас лучше получается. Вот, ну а у меня на этом все, подписывайтесь на мой канал, на инстаграм тоже подписывайтесь, до новых встреч, пока.